Ты уже все знаешь, сил много и все прекрасное впереди. Коллектив преобразился, но, во-первых, стал исключительно женским. Сложнее руководить мужчинами. Многие профессиональные музыканты, филармонические коллективы воротят нос от подобных проектов. У нас один выходной в неделю. Один выходной в неделю? Самый женственный оркестр региона. Так можно сказать про Камерату Сибири. Но такой она была не всегда. В этом году коллективу исполнилось 25 лет. О преобразованиях и планах на будущее поговорим в программе интервью. Здравствуйте, меня зовут Дарья Власова. Моя гостья Фаузия Тажина, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Камерата Сибири. Фаузия, приветствую вас. Здравствуйте. Коллективу 25 лет. Вообще для оркестра это достаточно большой срок. А как вы ощущаете этот возраст? Видимо, в связи с тем, что я не так давно заступила на должность дирижера Камерата Сибири, для меня 25 это как раз таки как для молодого человека. 25 это только начало, это только когда ты уже все знаешь, сил много и все прекрасное впереди. И я думаю, что так же ощущает и Камерата в целом себя. Мы на пути чего-то нового. Ну вот всего полтора года назад вы возглавили наш оркестр, хотя кажется, что уже гораздо больше времени прошло. Да, это да. За этот небольшой срок коллектив преобразился, но, во-первых, стал исключительно женским. Почему и вот как так получилось? Ну он стал исключительно женским как раз с моим приходом. И я вернула девушек, которые были до этого в Камерате. Ну плюс контрабас у нас девушка появилась. Но я во всех интервью подчеркиваю, что мы ее выбрали не потому, что она девушка, потому что она подходила по многим параметрам, по занятости и прочему. Ну и вообще она молодая, энергичная, поэтому она нам очень подошла. Концепция 25 лет хорошо вписывается. Отлично вписалась. Вообще в женском коллективе работать сложнее или проще? Вот руководить женщинами. Нет, знаете, мне, наверное, было бы сложнее руководить мужчинами, потому что бывают такие представители, которые немножко все-таки... Не признают, да, во главе. Да, сопротивляются этому. Ну, может быть, даже подсознательно. А с девушками из Камерата у нас прекрасные взаимоотношения, понимания. Мы друг друга очень поддерживаем, поэтому все отлично. А насколько сильно вообще изменился состав с вашим приходом? Была ли большая ротация какая-то кадров? Нет, ротации не было. И я и не хотела ее производить, не хотела сразу революцию устраивать. Ну, полтора года уже прошло. Да, мы делаем экстенсивную, интенсивную работу. Поэтому ротации нет. Даже люди, которые пришли, скрипачка, артистка, это, повторяюсь, те, кто уже играли в Камерате. Сложно ли быть художественным руководителем коллектива? Для вас этот опыт с нашим оркестром, можно сказать, что он дебютный, да, в такой должности. С какими подводными камнями пришлось столкнуться, когда вот возглавили коллектив? Художественное руководство – это очень интересный процесс. Это как раз-таки то, что я очень люблю. То, что мне нравится делать. Это выбор программы, выбор стратегии, развитие. Это придумать что-то новое и интересное – это же всегда здорово. Художественный руководитель от главного дирижера чем отличается? Потому что в основном все равно в коллективах худрук и главный дирижер – это одно лицо. Ну, конечно, потому что все-таки главный дирижер – это главный человек в оркестре. И художественное руководство подразумевает выбор репертуара, выбор артистов, с которыми играет оркестр. Поэтому чаще всего действительно главный дирижер, который непосредственно дирижирует большую часть программ, и художественный руководитель сходится в одном лице. А вот вам самой часто удается выступать в качестве солистки, и вообще как совмещать дирижерскую палочку и скрипичный смычок? Ну, если вы, ну, вы, конечно же, знаете, что я это делаю часто, и в камерных оркестрах это как раз-таки очень органично выглядит. Некоторые камерные оркестры живут вообще не без дирижера, а с главенствующей первой скрипкой, которая и руководит процессом, и во время репетиции, во время исполнения концертного. Поэтому здесь как раз-таки нет никаких. Какие еще есть инструменты в вашем творческом арсенале? Я знаю, что были концерты, когда вы играли не только на скрипке. О, да, это, знаете, вообще, наверное, такое свойство. Ну, люблю я всякие инструменты. Начиналось это все с всяких шумовых, типа кастаньет, бубна, на чем я еще играла. Ну, вот колесную лиру в прошлом году освоила. В этом году я купила себе блокфлейту, и я решила на ней тоже поучиться играть. Ну, то есть это всегда интересно, всегда полезно. Я думаю, что многие музыканты так делают. Ну, то есть, возможно, скоро мы услышим вас с блокфлейтой на концерте Камерата Сибири. Такое возможно, да? Ну, почему нет? Мы будем такое отрицать. Вот Камерата Сибири – это камерный оркестр. Вы для людей, непосвященных, можете разъяснить, чем отличается камерный оркестр от другого оркестра, например, симфонического? Ну, кроме размеров. Понятно, что симфонический он большой, камерный поменьше. Какие еще особенности есть? Ну, да, прежде всего, это, конечно, состав инструментов. Это однородность звукоизлечения, характера звукоизлечения. Только струнные, только струно-смычковые. И репертуар совершенно свой. Конечно, барокко – это рассвет камерных оркестров. Потом о них забыли. Как раз во время рассвета симфонического камерные как раз-таки почти были забыты. Но вот 20 век, конец 19-го, вот уже переосмыслили, что ли, этот жанр и стали появляться прекраснейшие произведения именно для камерного оркестра струнного. Камерный оркестр не может сыграть любое произведение? Или все-таки может как-то, ну, убрав, например, я не знаю, там, деревянные, медные, духовые и спортивные? Да, конечно, может, и мы это даже делаем. Я делаю переложения для камерата, и мы много исполняли произведений, написанных в оригинале для симфонического, переписанных мною для камерного. Конечно, произведение становится другим. С вашим приходом у камерата Сибири появилось ряд нестандартных проектов. Участвовали в юбилее РЖД совсем недавно. В прошлом году был гастрономический ужин. И вот многие профессиональные музыканты, филармонические коллективы воротят нос вот от подобных проектов и мероприятий, потому что считают, ну, мол, играть, пока другие там что-то едят, это камельфой не по статусу для академических артистов. Вы с этим мнением не согласны? Согласна. Я как раз за то, чтобы, когда мы исполняли произведение, никто не ел. И когда мы делали гастрономический ужин, это как раз-таки было такое первичное условие. Я сказала, что, ну, то есть, понятно, что есть там должны, но очень мало. Ну, то есть, это не полноценный ужин, это скорее дегустация такого же шедевра кулинарного, да, и произведения искусства, как и музыка. Но в этот момент мы сходим со сцены, мы не исполняем ничего, то есть, мы никак не присутствуем в данный момент. А когда мы исполняем музыку, то никто ничем не шумит, не ест, ни в коем случае не пьет, ничего не делает, только слушает. Ну, а вообще поступают ли академическим музыкантам вашему коллективу выступить на каких-то, не знаю, там, корпоративах, праздниках? И как относитесь к таким предложениям? Ну, поступают такие предложения, и я всегда отмечаю то, что наши условия – это не за столом, это концертный номер обязательно, то есть, это сцена, это объявление, это концертный номер, чтобы люди остановили, чтобы они… Что бы они ни делали, ни в коем случае, да, они должны остановиться, послушать, а потом, пожалуйста, они могут продолжать делать все, что хотят. А какие вообще есть запреты для академических музыкантов, для ваших сотрудников оркестра? Например, что нельзя делать, не знаю, там, халтурить где-то, играть в переходах? Это есть вообще у профессиональных музыкантов в контракте прописаны, там, какие-то условия о том, где можно выступать, а где нельзя, в свободное от работы время? Нет, такого нет, понятно, ну, своих музыкантов в переходе я не встречала. В небольших количествах, ну, так, конечно, грубо говоря, можно даже предположить, что это разнообразные амплуа, они полезны для музыкантов, ну, конечно, небольших, потому что злоупотреблять этим чревато. Ну, то есть, постоянно, чтобы на корпоративах, не знаю, там, морфулабали, грубо скажу. Это немножко, ну, как вы понимаете, меняет в целом и вид музыканта, и, главное, на имидж обязательно, а главное, ну, ощущение себя в этой профессии становится другим. Мне кажется, что у Камерата Сибири до вашего прихода было много духовной музыки, таких тяжелых, серьезных программ, и сейчас, по моим ощущениям, оркестр стал в каком-то смысле даже ближе к широкому слушателю, можно вот так сказать? Ну, если брать репертуарный план, то, конечно, наш репертуар сейчас стал, ну, во-первых, он стал разнообразнее по жанрам, по стилям, поэтому мы тем самым можем расширить аудиторию. Ну, и, да, мы не увлекаемся духовной музыкой, мы не играем много барокко, потому что, мне кажется, в Камерате от барокко тоже полезно отдохнуть и поиграть что-то другое, что-то иное. Какие программы вы готовите в юбилейном сезоне? Потому что всегда, когда какая-то круглая дата у коллектива, от коллектива ждут, эх, чего-то такого особенного. Наш сезон строится по такому принципу, что мы отметили свой день рождения, и дальше к нам приезжают гости в виде солистов, которые очень разные, и каждый концерт строится на основе этого солиста по каким-то своим законам, правилам. Ну, например, могу сказать, что у нас будет барочный концерт с непопулярной, точнее, если можно вообще назвать барочную музыку популярной, ну, то есть называется неизвестная барокко. Это Алексей Балашов, Габаис, он уже был с нами, играл в прошлом сезоне, и это чисто барочный концерт, причем очень интересная барокко. У нас в январе будет концерт-лекция Семеном Промае, Скрипачом, тоже, которым приезжает, и все его знают по рассказам о музыке Вивальде, в частности. А здесь Семен расскажет о интересных фактах создания произведения или сюжета этого произведения. Такая просветительская история. Да, это именно истории, истории о музыке, истории о произведениях. К нам приедет вилончелист Марк Дробинский, очень известный французский. Накануне 8 марта это будет Франция, любовь, цветы, все в таком духе. И также у нас ждет коллаборация с уже известным в Тюмени ансамблем МОККО, ударных инструментов. Артисты Тюменского филармонического оркестра, с которыми у вас вообще очень интересная связь. Да, мы с ними очень подружились и решили, почему бы нам не сделать целый концерт совместный. И мы зрителям просто продемонстрируем, как струны, инструменты с ударными начинали дружить. И додружились до наших дней в современной музыке. И я надеюсь, что мы, ну так, немножко похулиганим и создадим что-то совершенно новое. То есть это даже не написанная музыка будет, это будет музыка, которую мы создадим. Именно коллаборация. Насколько я знаю, у вас 8 абонементных концертов за этот сезон. Кажется, что такая не очень большая цифра, да, достаточно ли концертной практики? Дело в том, что помимо этих 8 концертов у нас существует множество концертов в муниципальных точках, в дворцах культуры. Потом какие-то концерты, ну, например, день рождения РЖД никто не ожидал, еще даже в августе, и вот он случился. Поэтому концертная практика у нас достаточно плотная, но это часто происходит просто не в стенах филармонии. А как вообще выстраивается график работы музыкантов и, конечно же, дирижера камерного оркестра? Ну, как основа, это наши абонементные концерты. Дальше какие-то планы, проекты возникают или просто необходимость. Потом мы с радостью играем в Московском, в Двинзелях будем скоро играть. Поэтому между абонементными концертами аккуратно проставляются выезды. Но репетиции каждый день проходят, да? Да, у нас один выходной в неделю. Один выходной в неделю? Да. Мне кажется, сейчас все наши зрители просто как нелегко быть, оказывается, музыкантом. Думаешь, ну что бы то? А если еще учесть, что в этот выходной, ну, положено, я уж не знаю, как на самом деле, но положено тоже заниматься, конечно, индивидуальное занятие – это не работа, это обязанность каждого, поэтому… Музыка – образ жизни. Да, это абсолютно точно. Фузия, вот вы уже полтора года живете в Тюмени. Какие впечатления от города были, когда вы впервые к нам приехали, и какие они сейчас? Особо, знаете, не изменилось. Мне сразу Тюмень понравилась, мне сразу с ней было очень комфортно, и продолжает быть комфортно. А есть у вас любимые места? Ну, наверное, набережная, потому что… Часто гуляете? Да, я недалеко живу, мне очень удобно там гулять, и она прекрасная в Тюмени на самом деле. Я с удовольствием там бываю, там всегда хорошо дышится и приятно находиться. Фузия, спасибо вам большое. Увидимся с вами на концертах Оркестра Камерата Сибири. Очень буду ждать вас. Спасибо. А это была программа «Интервью». До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!